Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня у нас 25 февраля. И сегодня я хочу показать вам еще раз лунный календарь. Это по просьбе зрителей, у кого нет возможности где-то купить. И сказать, что у нас сейчас в конце февраля еще есть прекрасная дата. Для тех, кто соблюдает, вот указано 25 февраля. Это самый благоприятный день в оставшихся, ну среди оставшихся дней, когда можно и томаты, и перцы, и баклажаны, и посеять, и у кого уже выросли, распикировать. Но чтобы пояснить свое отношение к лунному календарю, я вам сразу скажу, что я, естественно, из-за того, что у меня много посадок, один день мне недостаточно 25 февраля. Я не соблюдаю лунный календарь, так вот слепо, в такой точности. Я только отбрасываю полнолуние, новолуние, остальные дни и сею, и пересаживаю. Потому что, смотрите, если с 25 февраля благоприятного дня ждать до следующего благоприятного дня, 4 марта, это целых 10 дней. Вы понимаете, что рассада, которая разрастается, и которую нужно срочно пикировать, за 10 дней может вообще перерасти, вытянуться и испортиться. Я не буду этого ждать. Я буду и сеять, и пересаживать. Вот начиная с 25 февраля, и заканчивая 10 марта, когда будет полнолуние. Все, вот эти полмесяца сейчас самые интенсивные. Но для того, чтобы быть уж совсем точной, вот это наш региональный календарь, который показывает, что благоприятные дни последние, 24-25 марта. Хотя 24 марта меня очень удивило, как он может быть благоприятным, когда только что, 23-го, вот у нас был, где же, 22-го. Ну, короче, 23-го был, по-моему, у нас только новолуние, и тут уже сразу благоприятный день. Чтобы разобраться в тонкостях вот этого лунного календаря, я сейчас покажу вам еще другие, не наши региональные, а универсальный календарь, и мы посмотрим его. Вот это не наш региональный календарь, это написано универсальный лунный календарь на 2020 год. Мне вместе с моими статьями из издательств присылают, когда авторские вот эти вот, так, январь, вот он февраль. И здесь у нас немножко по-другому. Смотрите, тут 24-е не указано, как благоприятный день, хотя в том календаре написано 24-е, 25-е. Но 25-е написано, посев семян на рассаду, и 26-е, так, 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 27-е нет, а 28-е и 29-е, здесь тоже указано последние два дня, посев семян на рассаду и пикировка, и все. Это я вот специально сняла для тех, кто, ну, кто-то хочет соблюдать лунный календарь и хочет выбрать, если у него есть возможность, если немного посевов, хочет выбрать именно ту дату, которая указана самая хорошая. Но 25-е февраля и в универсальном календаре, и в нашем региональном указано, как благоприятный день для посева. Вот, видите, мои подсолнушки, тут описание как раз всех томатов. И хочу потом еще вам раз расскажу, как все-таки подбирать правильный комплект для того, чтобы посеять. Сейчас вот начнется в открытый грунт посев самые такие массовые. Про перцы, кто интересуется про перцы, перцы, баклажаны и томаты у нас всегда почти идут одной строкой. То есть мы можем смело сеять, тогда, когда мы собираемся сеять томаты, мы можем сеять и перцы, и баклажаны, видите? А они одной строчкой. 25-го благоприятный день. Ну, в марте, вот почему я не соблюдаю лунный календарь? Вот видите, в марте написано два благоприятных, ну, две даты, 4-е, 5-е, 6-е, 3 дня. Разве можно в 3 дня уместить все-все массовые посевы? В марте мы сеем очень много, поэтому мне вот кажется узким лунный календарь. Я сею всегда, когда не запрещено. А сейчас 25-е, вот сегодня, и следующие дни до конца февраля я буду сеять, потому что как раз растущая луна, нет запрещенных дней. Все, вот это коротко лунный календарь. Все, вот это коротко лунный календарь.